Различают изначально три вида увлажнителей воздуха. Традиционный, на который мы сейчас уже не обращаем внимания, потому что ведущие фирмы-производители уже полностью отказываются от их производства. Аналогию можно провести такую. Тазик с водой, возле которой стоит вентилятор. За счет естественного испарения происходит как раз увлажнение комнаты. И два основных типа. Это паровые и ультразвуковые. Вот между ними различия очень существенные. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Начнем с достоинств. Паровой опять-таки проводим аналогию с чайником на кухне. Под высокой температурой выделяется пар, нагревается и увлажняет до, скажем так, комфортного состояния в комнате. Паровые. Их можно использовать в качестве ингаляторов. И это очень популярно. Плюс дополнительные слоты очень часто бывают для ароматерапии. Добавляются специальные масла. И вот, кстати, этот паровой генератор уже превращается в такое многофункциональное устройство. Опять-таки есть свои и недостатки. В первую очередь это энергопотребление. От 300 до 600 Вт. И наличие шума при нагреве. Вода закипает, пар выделяется. Пар температурой 50-60 градусов. Это тоже иногда бывает небезопасно. Все остальное это сплошные плюсы. Во-первых, самочувствие и микроклимат. Самое популярное на сегодняшний день, то, на чем производители сейчас делают упор, это ультразвуковые нагреватели. Вода попадает на специальную мембрану, которая при частоте 5 МГц вибрирует. Выделяются капельки воды, которые со временем превращаются в пар. Так сказать, холодный пар, абсолютно безвредный для человека. Плюс в некоторых моделях, именно ультразвуковых, очень хороший гигрометр. Он сам контролирует влажность воздуха в комнате. Не нужно покупать дополнительные метеостанции, либо какие-то барометры. Вы просто задали нужную вам влажность, и он поддерживает в комнате. Какие недостатки? В первую очередь, если вы воду обычную заливаете, то в ней наличествуют кальциевые соли, соли тяжелых металлов. Вода бывает часто очень жесткая, щелочная. И так как она не проходит стадию кипения, то со временем вот эти частицы соли, щелочи, они опадают на мебель. Очень заметно это в темных помещениях, где есть темная мебель, либо такие места, где ярко выражена цветовая гамма-перехода. Со временем появляется такой белый налет. Как избежать этого? Ну, в первую очередь, используются фильтры специальные, либо используют дистиллированную воду, для того, чтобы вот этих как раз кальциевых солей было как можно меньше. В ультразвуковых как раз вот увлажнителях очень часто используются в качестве фильтров специальные смолы, картриджи. Они как раз и удаляют ненужную нам накипь. Либо вот эти как раз кальциевые соли, они там оседают, опадают, и воздух помимо того, что увлажняется, еще и очищается очень сильно. Разброс цен очень большой, от 300 гривен и фактически до бесконечности, до 2-2,5 тысячи, если это просто увлажнитель воздуха, потому что они бывают еще и комбайнового типа, там, где установлен ионизатор воздуха, где добавляются еще как раз специальные фильтры для очистки воздуха. Он выполняет еще и функцию не увлажнителя, а еще и очистителя и, может быть, ионизатора.